Девушки отдыхают 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 что она тоже мальчик. И вот он спросил, как? Тебе 11 лет, ты уже в брюках. У нас в брюках ходят только уже развитые мальчики, парни. Почти как рыцари, мужчины такие считаются. И она сказала, что да, меня зовут Катерина, без Е как раз. И книга очень захватывающая, классная. Это мое любимое произведение. И вот, наверное, как-то с того момента мне имя Катя Катерина, мне очень сильно нравится, очень понравилось. Такие вот случайности, не случайности. А тебе 11 лет было, да? Да, мне лет 11 было, в принципе, уже когда какие-то триггеры определенные были, то есть, что со мной что-то не так, да, в принципе, это проявилось с 4 лет. А что было? Ну вот, именно про, если говорить о моей гендерной дисфории, которая проявилась 4 года первый раз, ко мне пришло осознание, что со мной что-то не так, то есть, как-то вот направлено было на мое внутреннее ощущение, на саморефлексию. А как она вообще вычисляется? Просто, ну, сейчас же многие обсуждают, что за границей, да, там дают возможность с самого детства, да, ребенку выбирать пол. Просто не все понимают, особенно в России, как можно доверить ребенку выбрать пол. Все говорят, что нет, это все навязано, ребенок сам понять не может. Вот простым языком, как ребенку это понять? На самом деле, вот, ну, механизм, он пока еще не понятен, как это проявляется все, почему ребенок начинает ощущать эти моменты, потому что начинается это действительно в раннем возрасте, с 4-5 лет. А это как? Это хочется одежду носить, или что это значит? Просто вот ребенок понимает, что вот по своим ощущениям, что что-то с ним не так, потому что в таком возрасте начинается изучение своего тела, какое-то вот ощущение чужеродности. Говоришь, что я там, допустим, не девочка, я там мальчик, или я там не мальчик, я девочка. Естественно, у нас ты этого не скажешь, потому что вот в нашей стране как-то вот отношения нетолерантны. Если в США, в Европе об этом говорят, и ребенок, в принципе, в открытую говорит про это, и его родители не начинают на него как-то давить, что ты что, нет, ты мальчик, вот тебе машинки, так сразу ведут там куда-то в магазин, покупают машинки, то там нет, там это понимают все, и, естественно, многие дети так говорят, действительно. Они не понимают этого, они это говорят. А когда ты начала об этом говорить, ты сразу наговорила об этом? Нет, у меня была попытка поговорить об этом, поговорить об этом с мамой, но мама проявила такие немножечко, так сказать, не совсем корректные высказывания. Первая возможность ей об этом сказать в 16 лет, сказать, что вот, мам, у меня вот есть определенная тайна, которую я хочу с тобой поделиться. и в этот момент она засмеялась, так спросила, ты типа гомик что ли? Вот, ну, естественно, я поняла, что на данный момент она не готова к этому. Были попытки сказать уже, когда я была в институте, потому что конкретно, что со мной происходит, о гендерной дисфории, я узнала на втором курсе, начала это изучать, все, поняла, что у меня трансгендерность, трансгендерность, трансексуализм. И были попытки ей сказать об этом, но, естественно, они тоже не увенчались успехом. А как складывались твои отношения там со сверстниками, школы, институт? Честно сказать, не очень складывались отношения. Меня с самого первого класса обижали, наверное, ввиду как раз таки вот этого нежного, мягкотилового характера, потому что если девочка ведет себя, естественно, нежно, как леди, да, то это нормально для девочки, это так и должно быть, так и воспитывают в ее гендерной роли, то, естественно, мальчик, если так ведет, то это что-то неправильное, из ряда вон выходящее. Естественно, окружающие это не понимают, воспринимают, а сверстники начинают над ним издеваться. Так же, в принципе, и со мной произошло. Плюс я была маленьким таким ребенком, нежным, я не могла дать какой-то сдачи. Да, были попытки как-то драться, но обычно я проигрывала. Тебя били, да? Да, меня очень часто били, очень часто издевались. Я не могла за себя постоять, мне как-то целые компании меня обижали. с первого по одиннадцатый класс. В институте, в принципе, какие-то попытки тоже были у отдельных личностей, но по большей части меня не трогали, потому что я была круглой отличницей, а это для особенно военной организации, для института, где проживают в казарме, в пределах группы и курса. Это очень положительный момент. И всю жизнь я считала себя в чем-то виноватой. Виноват, что небо голубое и так далее, и тому подобное. То есть очень долго это продолжалось, до прошлого года вплоть. А ты пыталась как-то, не знаю, бороться с собой, стать мужественней, что-то такое делать, чтобы создавать себе это впечатление? Да, были попытки соответствовать, опять же, вот этой навязанной гендерной роли. Наверное, все-таки, хоть и институт военный, это был не мой выбор, потому что мой выбор изначально был это либо в ГИК, либо ГИТИС, связанный вот именно с кино. Ну, я была в шоке, когда читала твою историю, что ты именно из военки. Ну, на самом деле, этот выбор, опять же, мне был навязан. Но все равно учеба. Тебе не страшно было, после того, что тебя били за нежность, да, там, 11 лет в школе? Тебе было не страшно идти в военные училища? Ну, может быть, какие-то опасения были. И все-таки, конечно, страх какой-то был. На самом деле, да, страх был. И, ну, как-то приходилось, наверное, терпеть. Вот все-таки вот эта вот жизнь с самого детства, она меня все равно закалила. Она сделала меня сильнее. Кто-то, конечно, ломается, не выдерживает. Я выдержала весь этот буллинг, весь этот троллинг. И поэтому, может быть, меня это как-то закалило. У тебя крутой стержень. Ну, в принципе, да. Сейчас я понимаю, что да. А это выбор родителей, да, тебя отправили? Да, это в основном выбор родителей. Потом в дальнейшем я уже начала как-то подменять, вот профанировать этот смысл, что это мой выбор, что нужно соответствовать той гендерной роли, что со мной что-то не так, что, может быть, у меня действительно какие-то отклонения есть. Нужно быть мужчиной. Где-то там попытка раскачать свое тело, заниматься бодибилдингом. И не одна попытка, которые, опять же, тоже не обвенчались никаким успехом. Как произошло столкновение уже с отношениями? Кто нравился? Ну, естественно, под влиянием тестостерона, конечно, который был, этого отрицать я не буду, естественно, нравились девушки. То есть, ну, была попытка какая-то дружить с девушками. Плоцкие, может быть, отношения, стремиться к этому, хотя мой бывший партнер, буду так ее называть, она первая, единственная, кто у меня была, в том числе на данный момент. Твоя жена? Да, моя жена. Официально пока еще. И как-то были попытки, опять же, и создание семьи, наверное, как раз таки были этими попытками, потому что у любого трансгендерного человека на определенном этапе жизни возникают эти моменты, когда приходит вот это, может быть, опять же, навязанное мнение, что что-то с тобой не так, нужно соответствовать, нужно стремиться, быть либо мальчиком, либо девочкой, что что-то я делаю неправильное, и поэтому, естественно, предпринимаются определенные попытки. И создание семьи, рождение ребенка, наверное, этими попытками и были. А сколько вам было, когда вы сошлись? Ну, мне было, получается, наверное, 23 года. Ну, вот это, получается, твой близкий человек. Ты ей пыталась рассказать? Ну, на протяжении жизни, как-то, вот, жизни с ней, да, были попытки ей сказать, что вот у меня гендерная дисфория, что я должна была родиться девочкой, но она, наверное, к этому несерьезно отнеслась, как-то, видимо, пропустила мимо ушей, что да, просто вот она видела во мне определенную женственность, вот это поведение, но, наверное, не придавало этому значения, хотя она говорила, что у меня нет мужского начала, видимо, вернее, она говорила, что я его потеряла, хотя на самом деле в этом, в этом она отчасти права, то есть у меня его и не было никогда, на самом деле, этого мужского начала, были попытки соответствовать и как-то быть, вот, и на данный момент, естественно, на данный момент она уже все знает, она уже все узнала, и на данный момент она мне лишает родительских прав. Почему? Она вообще это не приняла никак? Нет, я понимаю, что для нее, конечно, это по-своему, это, конечно, удар. Твой муж все-таки, как бы, становится женщиной, и вы все-таки уже, скорее всего, вместе не будете, но ребенка-то почему? Такой человек, если, допустим, опять же, в том же, в США или Европе к этому относится нормально, потому что как раз-таки об этом и говорят, что это нормально, что в этом нет ничего, это врожденное просто, и человека вы не сможете вылечить какой-то реверсивной терапией, там, током, как это было когда-то, насильное лечение в психиатрической больнице, потому что это не психическое отклонение, это врожденное состояние человека. А как, кстати, как вообще произошел разговор? Разговор с ней? Уже такой, где она все узнала? Она, скорее всего, из Инстаграма узнала, и, наверное, из новостей. Нет, мы уже не живем вместе и полтора года с момента моего отъезда в Армению на службу. Изначально мы с ней договаривались, что она поедет домой, я в Армению, потому что я не знала, куда я еду, что там будет, другое государство, какая-то вот паника, незнание, жизнь на чемоданах. Уже было такое не раз. И, естественно, мы с ней договорились, что я туда приеду, посмотрю, как там, что будет, какая обстановка, получу там служебное жилье, какой-то элементарный комфорт, создан условия, и они потом уже с сыном приедут. Но в течение вот этого времени, плюс еще пандемия, опять же, повлияла, как-то вот у нас отношения начали рушиться еще больше. Они и до этого, в принципе, уже себя изживали. Она отказалась приезжать, она не относилась ко мне с каким-то уважением, то есть чаще всего меня обесценивала. Она, ее родители, ну, лишение прав. Ну, я так думаю, что суды будут на ее стороне, прецедент уже такой был. Хоть и говорят, что у нас там нет дискриминации в нашей стране в сексуальных меньшинствах, но мы же понимаем, что она есть. А ты сама что хочешь? Общение ребенка. В этот момент я не хочу тоже как-то бороться за это, потому что я понимаю, что, ну, ребенку 4 года, в этом году у меня уже планируются первые операции. Как я с ним буду поддерживать отношения? Как? Приду и скажу, что я твоя тетя, он этого не поймет, он маленький, или я там твой папа, естественно, я этого не скажу. Поэтому я считаю, что время просто на моей стороне. Просто мне нужно жить как-то по совести. Пока он растет, хотя бы обеспечить ему какие-то условия, не бросать его, естественно. И живя вот по совести, может быть, когда он уже как-то станет более взрослее, более дееспособнее, он все равно, наверное, может быть, узнает обо мне, будет знать, или я не знаю, может быть, он захочет со мной поговорить, простит он меня, не простит, примет он меня, не примет, я не знаю, но хотя бы я буду и свою ответственность за него нести. Естественно, я этого хочу, потому что я этого человечка люблю, и я не собираюсь от него как-то отказываться. Но психику на данный момент я ему нарушать не хочу. Родители твои? Мои родители меня восприняли, мама, мама меня поддержала, поддерживать сейчас, да, естественно, ей было сложно, сложно привыкнуть, она, в принципе, до сих пор бывает, нет-нет, называет меня мужским местоимением. Я понимаю, что это все очень сложно воспринять, сложно восприятие, поэтому я не давлю, но она в прошлом году догадалась сама, я не стала скрывать, что да, я иду к коррекции пола. Да, естественно, она расплакалась, для нее это было сложно понять, но она восприняла. Да, попыталась как-то отговорить, но это было больше, мне кажется, для проформа просто. А были люди, которые прям резко отвернулись? Да, от меня отвернулся близкий друг, с которым мы дружили 14 лет. Сначала он принял, но в последующем как-то буквально, наверное, с момента его принятия меня прошло где-то около месяца, может быть, меньше. И за этот период он как-то начал вести себя не совсем корректно. То есть у него были некорректные слова, некорректное поведение в отношении меня, где-то троллинг, он мне начал говорить, что я все равно буду подвергать твое решение с сомненью. Когда я ему говорю, ты хотя бы, если тебе непривычно, я понимаю, обращаться ко мне как к девочке, ты хотя бы как-то говори в среднем роде. То есть не так, что ты пришла с работы, а, например, ты уже дома. То есть можно же заменять как-то, но нет, он все равно называл меня братаном, здорово, здорово, братан, и так далее. То есть, естественно, мне это не нравилось, потому что я уже на гормонах, у меня поведение девочки, у меня гормональные качели. А он тоже из военки? Нет, он не из военки. Он из Читы. Я просто ему сказала, что я, раз ты будешь так себя вести, то, извини, я с тобой дружить не могу, потому что ты мне своими словами ты мне наносишь вред, ты мне делаешь больно, потому что ты считаешь меня, по сути, каким-то вот человеком с психическими отклонениями, каким-то, может быть, дурачком, дурачком. Товарищ поковник, товарищи офицеры, представляюсь по поводу присвоения очередного воинского звания старший лейтенант, лейтенант Чумаков. Приказ. Приказ номер 459 от 28 06 07 06 года. Слушай, я так понимаю, что вот Армения, служба в Армении, это был такой важный период для тебя, потому что он предшествовал твоему основному решению. Да. Скажи, пожалуйста, что происходило, вообще как проходила служба, и почему ты все-таки принял это решение? Ну, Приняла, прости, пожалуйста. Ничего страшного. Да, на самом деле служба в Армении оказала такое неизгладимое, очень большое влияние на меня, потому что на тот момент мое мышление, оно уже менялось, а в Армении оно уже просто конкретно конкретизировалось. То есть я перестала терпеть дискриминацию в отношении себя, я наконец-то избавилась от этого Ерма, человека, над которым можно доминировать. Я говорю, так, ребят, стопы, все, хватит, все, если что-то не нравится, выход там, если хотите общаться, велкам. Против тебя коалиции никаких не возводили? Там действительно можно было так просто сказать, ну все, ребят, хватит, и все нормально, все успокоились. Конкретно мне нечего было предъявить, да, у меня были повадки, да, у меня была манерность, женственность. Изначально, еще до приема гормонов, исходя из моего характера, меня считали геем. Когда я там, кому-то не понравилось, что я там была толстой, в теле, потому что, когда я приехал туда, у меня был вес 97 килограмм, с принятием решения я начала заниматься собой, худеть. Сначала наркоманом начали называть, я говорю, окей, ребят, докажите этот момент, ну, грубо говоря, я могу вам каждые пять минут, говорю, в баночку писать, вы проверяйте, без проблем. Естественно, они поняли, что дело как-то не пройдет, что, опять же, мое мышление начало меняться, и я начала понемногу себя защищать. в двадцатом году, уже весной, когда действительно изменения начались явные такие, уже явно я начинаю выглядеть феминно, я слышу от некоторых слухи, что вот, я хочу стать девочкой. Ты уже осознанно менялась? Ты уже понимала, что ты будешь девочкой? Да. Ну, единственное, что да, мне хотелось как бы дойти до минималки, минималка у меня в этом году должна была быть, в декабре, а потом думала, как можно уйти, как можно уволиться, так, чтобы ничего не потерять, чтобы не по какой-то статье с негативной коннотацией, а вот именно по положительной, опять же, вот как сейчас у меня получилось это все, что вот, в принципе, на руку, мне даже та же дискриминация, она мне собирала на руку, что вот у меня начались стрессы, депрессии, некоторый невроз образовался, и этот невроз у меня выявили, вот. Я уже было подумала, что ты как-то легко все это проходишь, а у тебя все-таки были депрессии, да? Конечно, они у меня очень сильные были, я перед ними на работе улыбалась, как-то вот каждый день смеялась, а домой приходил и я плакал очень сильно, то есть и до попыток самоубийства, в принципе, уже было недалеко, был момент, когда уже предсмертная записка была написана, но случайный звонок, может, он и не случайный, он меня остановил, позвонил коллега, сослуживец, говорит, пойдем погуляем, пообщаемся, чай попьем. Как проявлялся дискриминация? это было вот не так я стою, не так я держу кружку там, сижу там, не так, допустим, да, вот так, держу там осанку, еще что-то, как-то вот манера общения, разговора, поведения, да, может быть, конечно, она где-то немного наиграна, голос вот этот фальцет, и они так же, они смеялись над этим, была какая-то ирония, сарказм, и сами могли вот фальцетом заговорить, перетразнивать меня, сейчас тоже хейта очень много, ну, ради Бога, пожалуйста, я буду выше этого, выше себя этого вести, и так же с людьми, как я не собираюсь изменять себе и своим принципам, как я себя вела, вежливо с людьми и корректно, так и буду вести, в любом случае, даже если меня как-то оскорбят, мне эти оскорбления так, грубо говоря, далеко до фонаря. А почему тебя сейчас хейтят? Просто у меня такое ощущение, что, ну, последние года, ну, сменил человек, полусменил. Ну, вот как раз таки хейтят, наверное, потому что этого и не понимают, потому что люди не понимают, когда кто-то от них отличается. И как кто-то сидит на диване, там, дома у себя, у меня вдруг вот такой хайп свалился, да, там, шумиха вокруг меня и ради кого, ради какого-то там трансгендера, капитана из ФСБ, да, он биомусор, его надо убивать, таких, как он, надо убивать, мочить. Как пишут? Некоторые, да, некоторые пишут. Слушай, а военно-врачебная комиссия, почему ее назначили? Военно-врачебную комиссию назначили из-за того, что у меня, типа, диагноз булимия, вот из-за моего похудения. Но, естественно, мне, как экс-сотруднику, имеющему специфические навыки, знания, естественно, я понимаю, что это было не из-за этого, это было как раз таки вот из-за слухов, что я хочу стать девочкой. Потому что они в открытую это не смогут сказать. И если бы я не открылась, они бы об этом и не узнали. То есть они бы не смогли об этом никак узнать и не смогли бы этого никак доказать. Себя бы только опозорили, вот и все. Потому что ну, как-то вот так вот получилось. Случа слухами, ну и что? Случа, это они обычно не имеют под собой никакого основания. Тем более, эти слухи я начала про себя распространять. Они появились у одного человека, я их распространил, и они появились у всех. То есть, ну, вот толпа. А ты еще числишься, там, или у вас у тебя уже все с ними уже закончилось? Уже все. Ты работала по контракту, получается? Да. Он у тебя официально закончился или это перерывало? Да, все. С 15 декабря он у меня официально. Как вообще руководство отреагировало? Руководство на мое увольнение? Ну, вообще на всю ситуацию, они же уже все это понимали. Когда вообще каминг-аут произошел? Вообще каминг-аут произошел 1 января. Сейчас? да. Но как? Конкретно публикация моя вот первая, где там моя внешность была до, где вот я в форме и с бородой, это было полтора года назад, кстати, даже не полтора, наверное, чуть больше полутора лет между периодом полтора и два здесь, в Москве. Там у меня хештеги стоят именно направленные на ЛГБТ-сообщество. То есть, так как я приехала в Москву, естественно, я здесь одна, и мне хочется завести как друзей, знакомых, ну а среди кого я их заведу? Конечно, среди таких же, как я. Но получилось так, что жена моего бывшего начальника, которая также занята в сфере визажа, то есть, она обучается этому, она меня вот как-то случайно, опять же, случайно, да, обнаружила, увидела в одной из групп, и, скорее всего, она ему рассказала, и он распространил информацию обо мне. Плюс, естественно, на нее подписаны девочки, жены офицеров, сотрудников, наверное, по лайку они тоже увидели это все, и, наверное, тоже так же показали своим мужьям, которым делать нечего. Информация обо мне начала распространяться по группам в WhatsApp, конкретно писать, что вот капитан Чумаков Александр Сергеевич, теперь Катя с такой вот негативной коннотацией, выпускник Хабаровского пограничного института 2014 года. И, конечно, естественно, некорректный комментарий в отношении меня. А ты, Катя, уже по документам? Нет, по документам. Документов у меня еще смены не было. Обычно трансгендерные люди меняют документы как раз таки для того, чтобы не сталкиваться со своей прошлой жизнью, чтобы лишний раз никому не говорить о своей прошлой жизни, потому что по большей части из-за вот этой дискриминации уходят в режим стелса. То есть конкретно становятся невидимками, потому что дискриминация, в том числе появляются угрозы жизни и здоровью. За что? Ну, за что? За то, что они такие. Сейчас мне тоже говорят, что делал бы все это, нам вообще пофиг, кто там с кем спит. Во-первых, ребят, я не говорю, что я с кем-то сплю, у меня не было гомосексуальной связи, и сейчас мне отношения не нужны, и секс для меня вообще на последнем месте. Я занимаюсь своей жизнью, я занимаюсь своим развитием, чтобы опять же свою жизнь как-то вывести на какой-то другой уровень, опять же, чтобы жить нормально для своего ребенка и будущее хорошее. Я не собираюсь себя как-то дискредитировать, я собираюсь жить по совести, и я занимаюсь своим развитием. У меня впереди еще очень много труда, труда над собой, у меня впереди очень много операций. Ну, кстати, скажи про операции, что тебя ждет? Ну, в этом году я планирую, не знаю, как посмотрю, как сейчас все это пойдет, в этом году я планирую феминизация лица, операции по феминизации лица и операции на голосе. В принципе, адамово яблоко у меня не такое большое, но все-таки я хочу его все равно вскрыть, и плюс это укорочение голосовых связок для того, чтобы вот именно женский голос был. Вот. И, наверное, через год, в следующем году, уже конкретно корректирующая операция, а потом уже после того, как у меня пройдет вот этот период восстановления, когда я уже буду выглядеть девочкой, то, естественно, уже смена документов. То есть, в принципе, мне уже скрываться не надо, да и не боюсь. Ну, ты уже всем все рассказал. Тебе уже нравятся мальчики? Да. То есть, ты уже все, ну, ты планируешь все равно отношения после всех операций, уже, ну, чтобы все было четко. Ну, потому что сложно сейчас найти человека, который воспримет меня как девочку, будет видеть во мне вот не мальчика, девочку, хотя я в себе мальчика еще вижу. Да, мне сейчас пишут, а есть парень, может, я стану твоим парнем. Ну, это обычно, просто обычное знакомство, то есть, единственное, как бы, за что я опасаюсь, это то, что вот у меня сейчас положены выплаты, мои, заслуженные мной, по закону, это за ипотеку, за военную ипотеку, они мне должны вот-вот прийти, в течение, ну, вообще дается, ну, их выплату три месяца. И, в принципе, вот уже месяц прошел, я вот жду-жду, когда они придут, и я вот только за это опасаюсь, что они могут как-то, может быть, палки в колеса вставить, как-то не выплатить. Естественно, они на это не имеют права, потому что я 12 лет отдавала своей жизни этому государству, этой стране, этой структуре, и это мои накопленные деньги, это мои деньги уже, это не их деньги, просто эти деньги мне идут на переход, на трансформацию. А дорого вообще эти операции? Дорогие? Ну, я думаю, у меня выйдет, я так предполагаю, несколько миллионов точно. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала такую фразу, ты себя еще все равно до сих пор женщиной не до конца чувствуешь. А в чем это проявляется? В чем ты еще не чувствуешь себя женщиной? Ну, кроме, конечно, физических моментов, которые ты будешь справлюсь. Это именно как раз-таки все-таки в основном это физически. Физически. В основном физически. Наверное, может быть, если на ментальном уровне, это то, что вот, опять же, связанное с физикой, с моей физиологией, ну, и плюс, где-то нет-нет, все равно фальшь я чувствую. Потому что я могу разговаривать, в принципе, вот так. Командирский голос у меня есть, но сейчас, пока я голос только тренирую, и как бы, естественно, чувствуется вот эта фальшь, этот фальцет, вот, и это, ну, напрягает. А когда ты, кстати, вот голос начала менять? С какого момента? На самом-то деле, как раз-таки, то, что вот сейчас, я до этого голосом этим разговаривала, вот это голос приобретенный. На самом деле, у меня такой вот голос, когда вот он у меня искренний, когда я не пытаюсь его как-то, как-то вот менять, допустим, как сейчас, да, таким вот, немножечко фальцетом, такой, таким манерным. Вообще, это сложно, кстати, даже для тебя? Сложно было переход на место, менее, женское? В какие-то моменты сложно, в какие-то нет. То есть, естественно, допустим, сейчас на работе, когда я там слышу, да, когда я в маске, и ко мне подходят, говорят, девушка, я там максимально стараюсь делать такой, такой женский голос, что-то подсказать. А некоторые подходят и говорят, молодой человек, меня это напрягает. Начну какие-то такие, может быть, косметические делать процедуры конкретно в том смысле, что, допустим, наращивание волос сделать длинное, допустим, почему бы и нет. Может быть, уже начать как-то и макияж даже наносить небольшой. Вот, как-то постепенно, постепенно социализироваться и что-то вводить. Но маникюр ты делаешь? Маникюр, кстати, я делаю, я начала его делать еще там, с апреля месяца. смеялись надо мной, тоже были на смешке, спрашивали. Ну, естественно, я уже на тот момент, у меня было мышление как раз таки, что, ребят, если мне нравится, не смотрите, не хотите здороваться со мной, там, за руку, не здоровайтесь. Но ты не объясняла, почему ты не нашел маникюр? Нет, ну, просто говорила, что это для, в первую очередь, для гигиены. То есть, у меня там, то, что была, типа, проблема с ногтями, ну, правда, была проблема с ногтями, в определенный период они начали сыпаться, там, начала пластина отходить, естественно, я начала там покрывать, ходить к мастеру. Ну, в принципе, многие из них, они не различают мужской маникюр и женский. Для них любой маникюр, это маникюр. Даже просто, если дома, там, жена пилочкой сделает, то это уже для них позорно, и так далее. Они лучше обгрызут, там, или с грязными ногтями, и в фокус. Вот. Вот. Поэтому, все же такие, прямо, тестостероновые мальчики, мужчины, мачо, в кавычках. Ну, на самом деле, сколько людей латентных, которые просто не боятся познать. Вот в том-то и дело, которые больше, как говорят, латентные геи, больше всех говорят на геев. Скажи, пожалуйста, ну, ты на самом деле молодец, это вообще круто, у тебя такая броня, которую уже все, вообще не воспринимаешь. Что-то можешь тебя выбить из клеи? Что-то выбивает? Или уже все, ты уже все испытала? А, пофиг, что там происходит вообще? Не знаю, наверное, может быть, конкретно, из клеи, я не думаю, что меня что-то выбит. Я могу, например, расплакаться, могу заплакать, потому что, тем более, сейчас, да, у меня такие ощущения, связанные с гормонами, то есть, сентиментальность, естественно, у меня сейчас тестостерона никакого, у меня только эстродилол, ну, и, в принципе, ты меня сможешь, как девочка, понять. Конечно. Потому что у меня сейчас так же, то есть, ты можешь улыбаться, но ты можешь домой прийти, расплакаться, потому что, на самом-то деле, понимаешь то, что это легче. Вот даже, дарусь им взять, там, вчера, например, доходит информация, там против меня, что-то ФСБшники там начали, допустим. Я не знаю, правда это или нет, в принципе, почему бы мне не позвонить, например, со мной не поговорить, там, что-то в отношении, допустим, моих родителей, там, брата моего троилодного как-то вызывали на ковер, что-то спрашивали, интересовались, мама мне это говорит, причем, с таким, с таким, с завуалированным, как бы, обвинением меня. Я говорю, так, а я-то в чем виновата? Я что говорю? Я что-то против них говорю, что ли? Я же против них вообще никак не говорю, я их престиж не рушу, наоборот, я бы сама сюда с огромным удовольствием осталось бы служить дальше. И опять же, вот, все это наложилось вчера, мамины, там, мамины сообщения об этом, плюс, вот, опасения насчет, там, плюс у меня там просрочка по кредиту пошла, ну, я жаловаться как-то не люблю насчет этого, но просто вот скажу, что меня выбило из колеи вчера, то есть вчера я очень сильно расплакал из дома. Для девочек надо плакать, эмоции. Да, я как бы это понимаю, поэтому я говорю, что, ну, ничего страшного, ну, полезно посидеть немножечко, надеться там, ну, еще что-то, ничего страшного, не умру, в любом случае. Вот. Я тобой восхищаюсь, ты очень сильная, у тебя все получится, это очень круто. Я надеюсь, я надеюсь, что просто, как бы, вот это все тоже делается, для, именно, конкретно для тех людей, которые поддерживают. Для меня это прямо, такой сейчас бальзам на сердце, очень приятно. Мне пишут очень много людей, то есть, в том числе, из ЛГБТ-сообщества, из других стран, советуются, как я хотела, вот, допустим, начать заниматься правозащитной деятельностью, да, я пока этого еще не умею, не знаю, как это делать, но, в принципе, образование юриста, юриста. Ну, да, кстати, юридическое образование тебе во много поможет в будущем. Да, ну, в принципе, да, у меня есть понятие, тем более я гуманитарий, у меня есть понятие, где что искать, как бы, и так далее. Постепенно, я думаю, опыта наберусь, плюс на меня сейчас выходят некоторые люди, может, кто-то и как бы научит, там стажер он возьмет, как-то, может быть, опыт наберусь. И вот, когда люди пишут и советуют, то это очень прекрасно, очень круто. Из других стран, из России, в том числе, из системы ФСБ, из пограничники, и летчики МЧС, из полицейских, для меня это очень приятно. Просто обычные люди поддерживают. Из нашей системы, и бывшие коллеги, которые меня знают, очень много поддержки, на самом деле, сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!